здравствуйте уже мои подписчики настал настало время вакцинации и хотел показать потому что очень много вопросов о том какую вакцину конкретно я использую вакцина у меня получается ассоциированная вакцина это федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии вот ассоциированная вакцина против миксоматоза и вирусной геморрагической болезни кроликов вакцина сухая сухая вот она сразу как выглядит вот вы можете увидеть получается какая она также хранится при температурном режиме при срок годности то есть дата выпуска 11 20 вот до 22 года поэтому в целом есть и серия все все необходимые получается нормативы пользуюсь такой вакциной уже давно каких-либо ну таких вот негативных отзывов чего-нибудь такого как правило не было них тут на упаковочке есть сфокусируется то владимирская область поселок вольгинский вакулово номер телефона и даже есть получается сайт сайт так вот тоже по срокам годности серия и хранение температура получается от плюс 2 до 8 градусов в сухом теплом месте недоступном для детей получается есть четко подробная инструкция где все расписывается и можно детально все изучить один такой флакон получается 10 доз и и соответственно 10 кроликом 10 кроликом и физраствор которым развожу сразу по 10 миллилитров не играюсь и получается вот по миллилитру мне так удобней я ввожу развожу на 30 на 50 дозировок беру вакцинатора которым я уже снимал ролики и показывал и соответственно быстренько прохожусь по своим кроликам перед вакцинации обязательно проглистогонить я уже не раз рассказывал я использую такую двойную получается немножко терапию первый раз прохожу и вермеком и вермектин противопаразитарные от глистов для того чтобы как бы в целом избавить от паразитов и частично от определенных глистов потом прохожусь альбин получается тоже в суспензе через неделю после первой при первого глистогона и затем уже получается через неделю я вот вакцинирую готовлю обязательно к весеннему комару и осенью еще один раз тоже код к закрытию сезона для того чтобы комар опять же нам не не навредил ну и покажу своих паршивцев вот они мои паршивцы уже ждут сейчас мы будем быстренько их всех по одному вот малышей в этом году много на весну поэтому в целом мы сейчас потихонечку всех их по пройдемся поколем поколем для того чтобы они уже были готовы к всем вот этим вот весенним заболеваниям внимательно конечно же мамочкам которые беременные то есть и аккуратно там тоже по инструкции смотрите с какого периода до какого периода можно получается колоть вакцинировать вот ну и очень маленьким малышам тоже нельзя я начинаю где-то вот от месяца подписывайтесь на канал пишите делитесь опытом чем вакцинируете вы как как какие результаты будет очень интересно почитать посмотреть вот и сейчас этих малышей и всех остальных тоже пойдем вакцинировать всем пока встретимся в следующем ролике поставьте ролику лайк подписывайтесь на канал